С начала текущего года подразделениями органов внутренних дел Казахстана в средствах массовой информации размещено более тысячи публикаций о способах и схемах совершения мошенничеств, соблюдении мер безопасности, в том числе видеоролики и пресс-релизы о проводимой работе с приведением примеров раскрытия преступлений. В территориальных департаментах созданы специализированные следственные оперативные группы по раскрытию интернет-мошенничеств, которые на постоянной основе анализируют способы совершения этих преступлений. Совместно с Агентством по финансовому мониторингу принимается комплекс мер по предотвращению мошенничеств в сфере кредитования, банковской деятельности и мобильного перечисления денежных средств. По уголовным делам данной категории в ходе досудебного расследования восстановлены права потерпевших. Им возмещен причиненный материальный ущерб на сумму свыше 1 миллиарда тенге. Наиболее распространенным способом интернет-мошенничества, по данным специалистов МВД, является получение частичной либо полной предоплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям. К таким преступлениям относится недоставка заказанного через интернет-товара, невыполнение заказных услуг. К примеру, полицейским из Жамбулской области установлена гражданка КАД 95-го года рождения, которая в целях получения материальной выгоды в социальной сети Инстаграм создала аккаунт, где выложила каталог с женской одеждой, разместила ложные объявления о продаже. При этом, не имея наличия указанного товара, она принимала заказы по 100% предоплате. Товары женщина обещала доставить с курьером. От преступных действий женщины, говорят полицейские, пострадали более 40 человек. Им причинен материальный ущерб на 2 миллиона тенге. Дело мошеннице уже рассмотрели в суде и ей назначено 3,5 года лишения свободы. По аналогичной схеме совершено мошенницу в Карагандинской области, где группа молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет размещала на казахстанских торговых интернет-площадках ложные объявления о продаже автозапчастей. В результате пострадали 23 граждана и им причинен ущерб на сумму свыше 4 миллионов тенге. С приговором суда виновные лица осуждены на срок от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы. Витал Голговской, РТН.